Вачков Владимир Васильевич, бывший старший научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Министерства обороны Российской Федерации. Ранее сотрудник Генерального штаба Министерства обороны России. Боевой офицер, спецназовец, участвовал в боевых действиях в Афганистане, Азербайджане и Таджикистане. Кандидат военных наук имеет ряд государственных наград. Полковник ГРУ в отставке. В марте 2005 года он арестован по подозрению в причастности к покушению на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Позднее ему было предъявлено обвинение. 5 июня 2008 года суд присяжных вынес оправдательный приговор по делу о покушении на Чубайса. Квачков и другие обвиняемые Яшин и Найденов были освобождены из-под стражи в зале суда. На следующий день после выхода на свободу Квачков дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», которым заявил о том, что не планировал убивать Чубайса. Но в принципе не считает преступлением его уничтожение, поскольку Чубайс – национальный изменник и предатель. Кроме этого Квачков пояснил, что Россия оккупирована еврейской мафией, которая является матрицей для остальных преступных группировок в России. В середине июня 2008 года Московский областной суд на основе вердикта присяжных также вынес оправдательный приговор в отношении Найденова, Яшина и Квачкова. Однако в конце августа он был отменен решением Верховного суда. Такое решение было вынесено на основании жалобы Генпрокуратуры и трех охранников Чубайса, заявивших о процессуальных нарушениях, допущенных в ходе судебных заседаний. А 13 октября дело о покушении на Чубайса по решению Московского областного суда было возвращено в Генеральную прокуратуру. Вот последний миг на земле человекоподобного существа, по сути, беса по имени Чубайса. Эта картина вызывает улыбку. Пока картина и улыбку. Реальная казнь Чубайса вызовет радость и люкование у миллионов, у десятков миллионов людей. Вопросы, почему же смерти живого человека, хотя так много людей, и почему, мне спрашивают часто, разве Чубайс не живой человек? А ответ такой, а разве немецкие эсэсовцы не были живыми людьми? И чем еврейский эсэсовец, еврейский нацист отличается от немецкого эсэсовца и немецкого нациста? Только тем, что он более опасен. Немецкая оккупация, немецкий нацизм был менее опасен для советского русского народа, поскольку этот враг был явен и очевиден. Эти враги скрытны. Нынешняя оккупация России, духовная, финансовая, экономическая, ставником которой является вот этот бес, более опасна для русской нации, чем та, которую мы имели при попытках оккупации России немцами, французами, шведами, поляками и даже татаро-монголами. Эти опасни, поскольку они не видны, это невидимые бесы зачастую, творят в России то, что для нас является горем несчастья. Но я убежден, реальное будущее России и Чубайса вот в этом. Без вот этого, без этой картины, без этой казни у России будущего не будет. И чтобы у нас было будущее, мы должны дожить и сделать эту картину реальностью.